Друзья, добрый день! У нас продолжаются прямые эфиры с представителями отелей. Сегодня у нас отель из Египта. Уже начинаются вопросы. Несколько секунд, все, давайте по порядку. Смотрите, наши прямые эфиры продолжаются. Сегодня у нас будет прямой эфир из отеля Rixos Premium Seagate. Хотелось бы отметить, что полетная программа в Египет у нас стартовала 2 августа. Сейчас доступны вылеты из Киева и из Львова в Шарм-Аль-Шейх и в Хругаду. Поэтому, пожалуйста, бронируйте цены. Очень привлекательные, тем более на ближайшие даты. Просмотреть. Один из любимых отелей в Египте наших. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы, как дела у вас? Как погода? Спасибо большое. У нас все отлично, все замечательно. Погода примерно 40. Но за счет того, что, знаете, климат сухой в Египте, переносится это гораздо легче, чем, наверное, даже вам там в Украине. Я знала, у вас будет очень жарко. Ну, на самом деле, да, это еще один из мифов, что в Египте летом будет очень жарко и некомфортно. За счет того, что сухой климат, как по мне, то даже с детками очень комфортно путешествовать летом в Египет. Да, если вы не работаете в Египте, а отдыхаете, то вам будет очень комфортно. Это правда, потому что, действительно, благодаря сухому воздуху вы не чувствуете, даже бывает иногда у нас плюс 45, вот в августе, возможно, будет, вы не чувствуете, особенно находясь у моря или у бассейна, вы не чувствуете этой жары, и, на самом деле, очень легко дышать, очень комфортно. Поэтому летом в Египте – ура! Ну, у нас стартовала уже и наша полетная программа в Египте со 2 августа, чему мы очень рады. Что вы нам сегодня приготовили, что мы увидим? А мы как рады, что ваша программа стартовала. Мы очень ждем наших гостей из Украины, наших повторных гостей, которые ждут, которые хотят приехать, которые уже отдохнули, которые до сих пор сейчас здесь. Наш отель сейчас загружен полностью. На свои 50 разрешенных процентов туристов много, жизнь бурлит. Поэтому я вам покажу, как вот отель функционирует после открытия, после внедрения всех вот этих мер предосторожности, связанных с COVID-19. Поэтому увидите, как отель живет прямо онлайн. Мы еще никому не показывали, не выходили в онлайн ни с какими операторами или агентами, поэтому вы будете первооткрывателями, которые увидят отель дистанционно, уже отель, который работает. С удовольствием. Хотела представиться, так мы начали. Меня зовут Светлана, кто меня не знает, кто меня еще не видел, давайте знакомиться. Я представитель отдела продаж и маркетинга отеля Rixos в Египте. У нас в Шармальшейхе два отеля, наверняка все знают об этом. Это Rixos Sharmashay, Rixos Premium Segey. Мы открыли с 1 июля отель Rixos Premium Segey, Rixos Sharmashayх отель еще закрыт. Мы планируем открытие с середины августа, ну вот точную дату сможем сказать вам в ближайшем будущем. Поэтому пока работает только Rixos Premium Segey, мы проходим уже с 1 июля. Все, естественно, уже начитались, уже все знают о всех мерах предосторожности, о всех типетирования отелях. Я думаю, что мы не будем на этом сильно останавливаться, будем просто в этот отель. И вот как все происходит. Я сейчас нахожусь на ресторане, я разверну камеру, покажу вам процедуру. Светлана, немножко плохо звук пропадает, видимо, из-за наушника. Не знаю, вы меня, если что, останавливаете, потому что... Вот так отлично слышно. Если что, вы меня останавливаете, потому что я так сейчас как пойду. Хорошо. И меня не остановить. Сейчас я разверну камеру, я сейчас нахожусь на ресепшене. На ресепшен у нас единственный отель, который сделал вот такую вот новинку. Когда вы заходите на ресепшен, у нас стоят тепловые камеры. То есть сразу у большой группы людей, то есть до 16 человек, эта камера определяет температуру. И сразу это выводится на экран. То есть если у человека повышена температура, мы видим это с самого момента заселения. Также тепловые камеры у нас установлены в главном ресторане. Например, если в процессе, то есть вы сначала приехали, у вас все в порядке, там вы не болеете, ничего, но вдруг что-то пошло не так во время отдыха, это легко выявить, потому что камеры стоят в главном ресторане. Все заходят в главный ресторан, поэтому выявить, если у туриста повышена температура, абсолютно не сложно. Таким образом мы защищаем наших гостей, чтобы они могут быть уверены, что все туристы внутри отеля здоровы, без каких-либо признаков какого-то вирусного заболевания. Сейчас разверну камеру. Если у туриста повышена температура, какие дальнейшие действия идут у вас по протоколу? У нас предназначены для подозрений на ковид и для гостей, у которых выявлен положительный результат, у нас предназначен отдельный корпус, мы отвели это в отдельный корпус, там подготовлено сейчас два номера, то есть если будет требоваться в дальнейшем, то будут больше номеров, у нас целый корпус. Пока готовы два номера, на всякий случай они у нас есть. Сразу у нас есть два врача, которые предпринимают по протоколу свои меры, обязательно должны быть, они информируют Министерство туризма и пересылают врача своего, и уже вот в зависимости от формы ковида, тяжелая, либо легкая, либо как вообще все это происходит, уже принимают решение. Либо турист будет проходить обсервацию в отеле, либо, если это тяжелая форма, уже направляют в госпиталь. Ну, опять же, надо не забывать, что у вас все-таки плюс 40, и может быть и акклиматизация, и где-то там турист перегрелся на солнце, чтобы никто не волновался, никого не заберут сразу в больницу, никого никуда не вывезут, все-таки вы даете охладиться, скажем так. Естественно, да, естественно, я вот сейчас даже иногда, знаете, вот эти вот пистолетики иногда показывают 32 градуса, иногда показывают плюс 40, поэтому, естественно, на это все, ну, не скидка, на это все делается погрешность, если там какая-то повышенная температура, естественно, мы не увозим сразу, сразу-сразу, естественно, туристы могут об этом не волноваться. Мы заходим сейчас сам на ресепшн, весь персонал у нас работает в масках, тепловая камера находится вот вверху, если вы видите, такая черненькая, и находится сразу вот на такой экран. Вам наверняка будет сейчас не видно, я сейчас отойду, и у меня будет показана вверху над головой моя температура, то есть я свечу зелененький, у меня 36. Приветственные напитки сейчас выглядят вот так, смотрите, как красиво оформлено, то есть теперь мы приветствуем одноразовую посуду, посмотрите, вот какие замечательные коктейли, фреши, встречают наших туристов, какая красивая девушка. И вот мы дальше проходим на ресепшн, я вам говорила, что сейчас отель загружен, в виде уже много людей. Но мы вас с этим на самом деле поздравляем, мы только рады. Спасибо большое, мы тоже очень рады. Наша знаменитая люстра уникальная, то есть вот так выглядит холл, туристы отдыхают, персонал в масках, перчатках, это у нас обязанность по протоколу, я сняла маску только для того, чтобы провести эфир, на самом деле тоже хожу в маске. Мы выходим сейчас на нашу террасу, хотела бы сказать, что в отеле не изменилась концепция, мы также работаем по концепции премиум, ультра все включено, также один ресторан и восемь ресторанов а-ля-карт, которые все работают и все, конечно же, включены в концепцию. По поводу напитков, то же самое, все бары, которые работали до закрытия, все бары работают и предоставляют такой же абсолютно выбор напитков алкогольных и безалкогольных, как было до пандемии. То есть в этом плане ничего не изменилось. Естественно, мы добавили огромное количество санитайзеров, в каждом номере вы найдете пакет, как это называется, на русском уже забыла, то есть набор санитарный, где вы найдете маски, найдете перчатки, санитайзер. Вот в каждом номере это предлагается бесплатно, конечно же. Это вот наш такой вот вид. Пойдемте смотреть территорию. Естественно, претерпела реорганизации наш главный ресторан. Мы открыли буфет. То есть изначально, возможно, вы слышали, что правительство Египта запретило шведские столы только а-ля-карт. То есть мы, конечно, расстроились, но подготовились к этому. Ну, а потом перед открытием шведский стол опять разрешен, но с подзащитным стеклом. То есть теперь, возможно, вы видели уже видео наше, возможно, турецкие риксусы. То есть все блюда теперь находятся под защитным стеклом и выдает вам шеф-повар. То есть не вы самостоятельно берете, а выдает шеф-повар. Так как у нас жарко, видите, мы поставили вот такие вот небольшие станции с водичкой, с охладительными напитками. Все это вас будет ждать. Ну, по поводу шведской линии мы уже, я неоднократно говорил, как по мне, то это только плюс, что все под стеклом и что, ну, да, вот каждое блюдо сервирует повар. Во-первых, повар, допустим, знает, какой соус либо что-то еще сочетается там с мясом, либо с рыбой. Или элементарно, да, не всегда можно уследить за детками. То есть там где-то что-то взял руками, что-то там с одного блюда ложку во второе положил, либо вот в таком плане. Поэтому, как по мне, то это плюс. Я полностью с вами согласна. И более того, мне кажется, когда шведская линия, вот только все это началось, да, вот эта фишка со шведским столом, мне кажется, она должна была изначально быть такой. Потому что все на самом деле стало организованнее, стало лучше. Сами туристы замечают, насколько отель стал еще лучше. Отдыхать стало еще комфортнее, и сервис стал более индивидуальный. Я сейчас хочу показать вам один номер. У меня свободный оказался только доступный только один, потому что, как я вам сказала, сейчас мы полностью загружены на наши разрешенные 50%, поэтому покажу вам один номер и покажу, что же все-таки в номерах изменилось, потому что некоторые изменения претерпели и номера. Ну, не конкретно номера, а сервис номера. С удовольствием посмотрим. В принципе, по инфраструктуре в отеле, насколько я понимаю, работает полностью все. Не слышу. Нет, не слышно, не слышу. Звук где-то почему-то пропал, к сожалению. Может попробовать без наушников? Давайте попробуем. О, отлично слышно. Так слышно? Серьезно? Я просто переживала, что на улице, возможно, не будет слышно. Ну, вот почему-то вообще пропал. Давайте пока попробуем так. Ну, если что, тогда уже будем дальше что-то придумывать. Тогда мы вот сейчас зашли в номер джуниорских халаты, тапочки, что также это осталось. В каждом номере это обеспечено по поводу ванны. Ванны принадлежности у нас локситан или аквадепортатина. Выглядит вот так вот. И вот он наш локситан. То есть с собой вести ничего не нужно. Это в каждом номере. Также в каждом номере вы найдете вот такие разные наборы. То есть это наборы для бритья, наборы для гены полости рта. Все-все-все это есть. Санитайзер. Он стоит в каждом номере. То есть вы можете продезинфицировать. Во всех номерах у нас ванны, души, извините. Везде душевые кабинки, ванны, где нет. Так, пойдем дальше. Теперь полотенца пляжные. Всегда они вот так будут упакованы и доставляются в номер индивидуальный. То есть теперь мы стараемся уменьшить контакт туристов с поверхностями и с персоналом. Поэтому все вот так вот теперь. Видите, здесь у нас уже наборы. Чайный, кофейный. Все это в каждой категории номера включено. Одноразовые стаканчики вместо стаканов, которые гуляли раньше. И пополненный мини-бар. Ежедневно он также бесплатно пополняется. То есть вы можете видеть, тут шоколадки. Вот она осталась одна. Кто-то, наверное, уже заходил с утра. Две бутылочки вина. Красное, белое. Пиво, соки, напитки. Все это, все это ежедневно пополняется вместе с уборкой. Конечно же, это уже все включено. Так. Наверное, пойдем тогда дальше по территории. У всех номеров стандартное покрытие. То есть это паркет. Смотрите, уже начинают немножко агенты спрашивать. Так, в шкафу предоставляются тапочки. Обычные. То есть вьетнамки же вы не предоставляете. Вьетнамки только от категории Junior Sweep и выше. Угу. Хорошо. Вот так вот выглядит набор, о котором я говорила. Индивидуальный. То есть там вы найдете вот такую вот маску. Маски у нас брендовые. Есть бежевые, синие, черные. То есть мы подготовились. То есть вот такой вот санитайзер. И салфетки влажные, с содержанием высоким спирта. То есть... Но этот набор, он каждый день, насколько я понимаю, пополняется или заменяется? Он пополняется по запросу. То есть мы ставим его по заселению. И дальше, если туристы хотят этим пользоваться, потому что мы все-таки не заставляем в лесе носить маски. Маски, не перчатки. Поэтому, если туристы хотят, конечно, мы им предоставляем. Если им надобности в этом нет, то нет, все индивидуально. Я знаю, у вас сейчас... Вы продлили акцию по поводу «Дети проживают бесплатно». Это отличная новость мы сегодня получили от вас. А можете более подробнее рассказать о ней? До 15 августа, если вы бронируете тур, то двое деток до 11.99, то есть до 12 лет, не включает 12. Ребенку не должно исполниться 12 лет, извините. То есть двое ребят отдыхают бесплатно. По факту вы едете вчетвером, с двумя уже взрослыми детками, но платите только за двоих. Поэтому это выводит наш отель на такую конкурентно способную ценовую политику. То есть если вы сейчас посмотрите любой другой отель на 2 плюс 2 и посмотрите Риксус премиум Сигейта 2 плюс 2, вы будете приятно удивлены ценой. Естественно, вы платите только за перелет. Авиакомпания не поддерживает нас в такой акции. Поэтому перелет, конечно, вы оплачиваете, но отель вы оплачиваете только за двоих. И приехать к нам отдыхать можно до 15 октября в этой акции. То есть для агентов вы бронируете туру до 15 августа и период отдыха вот с сегодняшнего момента и до 15 октября. Так, давайте я, наверное, разверну камеру. Это наш замечательный детский клуб. Вы наверняка наслышаны, да, Рикси Клаба в отелях. Это изюминка каждого отеля Риксус. У нас один из крупнейших детских, точнее здесь самый большой, детский клуб на территории Синайского полуострова. Цикарный клуб. Здесь есть у деток все. Есть комната для труда, то есть есть комната для отдыха, есть комната для сна, кинотеатр, есть огромная площадка. То есть на данный момент работа детских клубов, к сожалению, внутри приостановлена Министерством туризма, но мы нашли выход из положения, потому что все-таки много туристов деток, мы бронируем наш детский клуб для одной семьи на час в течение дня. То есть теперь весь детский клуб может быть распоряжением вашего ребенка. И это на самом деле такое очень интересное предложение. И детки и семьи с удовольствием посещают детские клубы, потому что они как короли отеля. На площадке, на открытой площадке, конечно же, играть можно, но тоже нужно забронировать время. Здесь несколько может быть себе находиться, чтобы не нарушать социальную дистанцию все-таки. Также даже на открытой площадке мы бронируем. Вот так, смотрите, два бассейна, батуты, все по центам, то есть все безопасно. Свет, но вот это бронирование на час для одной семьи, оно бесплатно, насколько я понимаю? Да, конечно, конечно. Все включено. Но детская анимация на самом деле осталась активной. С 9.30 до 11.00 вечера детками занимаются. То есть у них есть свой лагерь. Здесь палаточный городок, в котором они играют, в индейцев или что-то. У детей есть курсы русалок, есть игры на открытом воздухе, соревнования по PlayStation. То есть деткам весьма, детками занимаются, но уже более индивидуальный подход. То есть детские аниматоры собирают деток, небольшие группы, и вот уже они ими занимаются. Ну, опять же, это один из плюсов, можно сказать, все-таки этой пандемии, потому что ребенку будет уделено еще больше времени, и в результате он останется доволен. Конечно. Мы сейчас проходим с вами спа-центр. У нас в отеле два спа-центра. Один самый большой на Синайском полуострове, Анджана-спа, и один вот женский спа-центр. То есть девушки могут уединиться. Если им не хочется, чтобы их в фитнес-зале видели раскрасневшихся и старающихся там, да, привести себя в форму, можно затаиться в женском спа и прекрасно позаниматься там. Спа-центры на данный момент пока запрещены, но фитнес-центры работают. У нас два фитнес-центра в закрытых помещениях, в женском спа и в спа-центре общем. И один фитнес-центр, он на берегу моря, на открытой местности. То есть мы обязательно подойдем ближе, я вам покажу. Мы прям знали, что будет пандемия, построили огромный центр на открытом воздухе, расставили машины изначально с расстоянием друг от друга, большим. Поэтому сейчас он очень популярный. Мы проходим мимо сцены с вами. Здесь проходит вечерняя анимация. Я не знаю, видно вам или нет, что все столики расставлены с соблюдением социальной дистанции. То есть полтора-два метра между столиками вечерняя шоу-программа есть. Живая музыка, у нас танцоры, у нас акробаты. Поэтому наши туристы не скучают как утром, так и вечером. Света, смотрите, еще идут вопросы от агентов по поводу какая есть вечерняя детская анимация. Это первый вопрос. Опять же, это все собирается в группы небольшие, потому что мы не можем проводить, например, мини-диско, как это было раньше, потому что деток контролировать очень сложно. Они друг друга любят, они обнимаются, целуются, поэтому мини-диско как такового пока нет, но отдельно группами занимаются. Конечно, есть вечерняя программа, но опять же, более индивидуально и на открытом воздухе. Так, и еще один вопрос по поводу брони на час мини-клуба. Там, насколько я понимаю, в закрытой зоне будет также аниматор, который будет с детками и с этой семьей находиться. Да, конечно, всегда есть аниматоры. Вот у нас тачак в аэробике сейчас проходит даже. Если вам видно. Видно, видно, отлично видно. Люди развлекаются, людям весело жить в отеле бурлит. По поводу детского клуба, естественно, будет аниматор, ну, точнее, есть англоговорящий и русскоговорящий всегда. И, естественно, детки в детском клубе будут под присмотром. Телефон начинает нагреваться, я очень переживаю, но надеюсь, все-таки мы с вами закончим эфир без приключений. Ну, будем надеяться на самом деле, но, да, техника не выдерживает. Да, слышно. Все, отлично. То я без наушников переживаю, чтобы все у нас было хорошо. Мы сейчас сами направляемся к пляжу. Я вам покажу, покажу наше море, надеюсь, вы зарядитесь этой энергией и проснется желание у агентов путешествовать, не только бронировать для своих клиентов, но и путешествовать. Вот у нас еще один на территории вот такой вот мини-бар, где можно остудиться прохладительными напитками. Ну, на самом деле, пусть те туристы, которые... Да? Извините, пусть те туристы, которые нас смотрят, не пугаются, в отеле ездят по территории машинки, это мы пешком идем, чтобы все увидеть. Ходить не придется так много. Ходить не придется, ну, и кто хочет прогуляться, потому что кормят очень хорошо, возможно... Тогда лучше бегать. Обязательно есть баги, они ездят 24 часа, вот посмотрите, еще один бассейн. Баги курсируют 24 часа, поэтому, кто не хочет передвигаться пешком, могут подъехать. Также работает аквапарк, в аквапарке ничего не изменилось, то есть, также работают горки, также туда ездят баги, и также аквапарк включен для отеля Риксус Шармальшейк и Риксус Премиум Сигейт. Я вижу тут вопрос, вот один, мне просто не видно вопроса, но я вижу баночное питание, спрашивают про деток. Детская концепция не изменилась, также есть детское меню и детское баночное питание фирмы Hero Baby в главном ресторане. На самом деле, мне кажется, в отелях Сити Риксус для деток есть все. Все и даже больше, я бы так сказала. Хотя мы сейчас подходим к корпусу Премиум, я хотела обратить почему особое внимание, потому что в нашем отеле все номера идут либо на сад либо на бассейн. То есть, если вы бронируете Супериор, Делюкс, Фэмили, все будут на бассейн или на сад. Есть у нас такой корпус Премиум номер 18, номера называются Премиум. Вот эти номера единственные идут с видом на море. Мы вот уже подошли к морю. Поэтому, кто хочет селиться в Риксус Премиум Сигеть с видом на море, то это будут номера Премиум. Ближе всего к морю, близко к ресторану Алякард. Это один из марсмеля картов Пиплс. Работает без резервации, бесплатно, с утра и до вечера. То есть, у нас вот такая вот одна интересная фишка. есть, поэтому гости всегда могут получить сервис Алякард без дополнительных затрат, без затрат на время при бронировании ресторана и, конечно же, с утра и до вечера насладиться шикарным сервисом. Мы сейчас подходим к морю. Вам наверняка уже видно. Ну, на самом деле, людям, которые еще не слетали в этом сезоне, в этом году на море, смотреть запрещено. Ну, вот сейчас посмотрим эфир и как будто бы слетаем. у нас в отеле, то есть, не только у нас в отеле, в принципе, во всех отелях сейчас запретили кальян. Ну, это логично. Кальяна у нас была большая на берегу моря, но мы не растерялись, и мы переоборудовали ее в гриль зону. Мы растерялись такие вот, если вам видно, столики. Сейчас я подойду поближе. Вот такие столики для пикника. Возле каждого столика у нас мангал, и при вас вот вам жарят ваше любимое мясо. Это тоже входит в концепцию, это бесплатно для гостей. В концепцию входит все. Единственное, что не входило в концепцию это спа-услуги, это дайвинг и это кальян. То есть спайка сейчас в принципе недоступна, поэтому остается только дайвинг. Также мы построили новую площадку, мы за здоровый образ жизни, поэтому мы достроили вот такую замечательную площадку. Здесь происходят уроки аэробики, йоги, флай-йога. Все проходит здесь с шикарным видом на море. Ну, вид действительно шикарный. Сейчас как раз вот у нас отлив. Вы видите море в его не самом лучшем состоянии, то есть отлив ужасный, отлив очень ушла далеко вода. Такое случается, и вам вот хорошо, что мы сейчас отлив, чтобы увидели, как может быть плохо. как хорошо знают все, а как может быть плохо, вот так. Поэтому покупаться можно только либо с понтона, либо лагуна. После 120 метров вдоль по понтону вы подъезжаете к лагуне, там есть пуст, наверное, вам не видно, и в этой лагуне можно покупаться. То есть у гостей Риксус премиум Сигеть всегда есть доступ к морю. Неважно какой флаг висит, зеленый или красный, неважно как далеко ушло море, в лагуне всегда есть вода. Поэтому всегда можно покупаться в море, если не хотите ехать до конца понтона, машинки кстати у нас ездят до конца понтона, возят туристов? Машинки ездят по понтону. Машинки по понтону ездят в этом сезоне. Ездят машинки, возят туристов, так что все в порядке и лагуна всегда в вашем распоряжении. Поэтому понтон мы никогда не закрываем, какая бы погода ни была, потому что в лагуне всегда есть вода, в лагуне безопасно, там нет течения, поэтому наши туристы спокойно могут с удовольствием поплавать. А какая глубина в лагуне? Насколько я помню, там достаточно глубоко в принципе. В среднем глубина 160 сантиметров, но при отливе естественно глубина становится меньше, но вот самое меньше, что я видела при самом ужасном отливе было по пояс. То есть вода ушла-ушла. В нормальном, когда либо прилив, либо нормальный уровень стандартный моря, глубина 160 сантиметров плюс-минус. То есть плавать доступно, там нет коралловой корки, нет коралл, поэтому лагуна прямо находка. Не у каждого отеля она есть, не все о ней знают, но вот теперь вы знаете. А вот наш замечательный фитнес-центр на открытом воздухе. Все машины стоят на огромном расстоянии друг от друга. Можно заниматься и любоваться на самом деле морем. Легкий морской бриз. у кого накопились негативные эмоции за карантин, здесь у нас все можно оставить и освободиться. А еще есть вопрос от агентов по поводу а-ля-карт. Они работают все, ну как бы, все без резервации в отеле а-ля-карты и все бесплатные или есть а-ля-карты, которые, допустим, работают только на ужин, есть, которые работают и на завтрак, обед и ужин, есть, которые на обед и ужин. Смотрите, у нас 8 а-ля-картов, они абсолютно все включены в концепцию. Один а-ля-карт интернациональной кухни работает без резервации на завтрак, обед и ужин, все остальные работают по резервации и только на ужин. Посещение в неограниченном количестве? Один ресторан можно посетить за пребывание, то есть у нас вот 8 а-ля-картов и один можете посетить за все пребывание. То есть сегодня вы идете во французский, завтра идете в итальянский, послезавтра в бразильский, турецкий, сей-фуд и так далее, пока они не закончатся. Если у вас больше, чем неделя, то, конечно, мы с радостью вас запишем по второму кругу и третьему. то есть... Ну, в Риксус надо ехать как минимум на 9 ночей, чтобы полностью все ужины в каждом ресторане увидеть, включая основной. И на данный момент этого тоже будет недостаточно, потому что теперь у нас новинка в концепции. Теперь вы можете забронировать а-ля-карты Риксус-Шарм отеля Риксус-Шарм бесплатно. Мы предлагаем естественно транспорт, мы бронируем для вас ресторан в отеле Риксус-Шарм, вы смотрите отель, вы пробуете кухню. То есть теперь, так как Риксус-Шарм есть 7 а-ля-картов, теперь у вас 15 а-ля-картов вместо 8. Минимум 2 недели. Минимум 2 недели. Вы правы. Поэтому теперь у нас не только аквапарт можно посещать двум отелям, но и а-ля-карт рестораны. Я считаю, что это замечательная такая идея, потому что гостям интересно, гостям в Риксус-Шарм интересно, как в Сигейте. Гостям в Сигейте интересно, что же там такое в Шарме. Поэтому теперь мы делаем такой обмен опытом. Ну, на самом деле это плюс. Гости могут сравнить для себя и, допустим, те, кто путешествует в Риксус-Шарм, возможно, в следующий раз приедут в Риксус-Премиум Сигейте. И наоборот. Поэтому это считаю, что положительный опыт. Смотрите, это наш бич-бар. Он работает до 12 ночи, не до захода солнца, как в основном в отелях. Поэтому с любимым напитком можно посидеть вот так вот здесь все вечером подсвечивает, здесь живая музыка. Весь ассортимент напитков здесь до 12 ночи можно воспользоваться этим баром. также есть большой фуд-корт. Мы сейчас к нему подойдем. Это как бонус, как дополнительный сервис к главному ресторану и восьми а-ля-картам. Есть такой фуд-корт, который работает до пяти вечера. То есть на пляже, кто не хочет возвращаться в главный ресторан, можно покушать здесь. Здесь закуски, сладости, мороженое, то есть все-все-все, что можно и нельзя. Все под закуском, вот как вы видите. И шеф-повар с вами ходит и помогает вам сделать выбор. То есть вот такой фуд-корт прямо на пляже. Ну на самом деле это полноценный как по мне тоже ресторан, то есть на любой вкус. Это не просто бургеры либо какие-то снеки. По поводу вопрос балдецкого баночного питания, вот оно на фуд-корте также доступно. Кто не хочет возвращаться в главный ресторан. Разные соусы, то есть все, что вам угодно, можно найти уже на фуд-корте. То есть вот так представлена презентация горячих блюд, которые доступны. Смотря вот рыбка, курица, рис, крабы, и вы заказываете, что вам надо, то есть эти блюда только для презентации. И шеф-повар вам дает все, что вам хочется. И вот с другой стороны тоже большая станция с напитками, с едой, с мороженым, с десертами. Поэтому фуд-корты тоже можно считать как полноценный ресторан. В принципе, да. Света, скажите, пожалуйста, по поводу еще лагунки вопрос. Там специальная обувь не нужна, там будет песочек идти, там не будет коралла. Там нет кораллов, и коралловой корки там тоже нет, там песочек. В чем плюс этой лагунки, что кораллки не нужны, рыбки там, ну, какие-нибудь селеньки плавать мальки, но вот эти вот рыбы, которые в кораллах живут, этих рыбок нет. Поэтому лагунка абсолютно безопасная. Ну, это на самом деле отлично. Это большой бонус, я же говорю, просто важно об этом знать, потому что это может стать, например, решающим вопросом при бронировании отеля, потому что, знаете, понтон 850 метров, немногие готовы на такой вызов, но плюс ходят машинки от начала до конца понтона, плюс лагуна, постоянный доступ к морю и плюс шикарный коралловый риф, мы находимся в Навке, в заповедной зоне, у нас нет сантера либо экскурсии, никто здесь не ныряет, поэтому коралл довольно-таки живой, я знаю, что привыкли, кто знает Шарм, привыкли, что все кораллы у нас в Хадабе, либо в Шарксбей, да, там риф красивый, но он практически весь мертвый, здесь, в Навке, коралл живой, и поэтому у нас есть выдавленный центр, гости могут воспользоваться на территории отеля. А как по времени ходят машинки там по пирсу? Мы заявляем, что по пирсу Ант туда-сюда катает, она курсирует, то есть весь день понтон открыт до захода солнца, то есть пока открыт понтон, пока машинки курсируют, то есть недолго ждать, их две, и они постоянно туда-сюда катаются, поэтому А лагуны эти большие, ну, в диаметре либо в площади. Что-что? Лагуны, лагуны, которые идут, вот эти лагунки, они большие в диаметре? Лагуна, да, сейчас есть пуск только в одну лагуну, она большая, по площади вам, если честно, не подскажу, но очень большая, то есть никогда не было, что там не хватило места в лагуне. Всем хватит места, она очень широкая, ограждена буйками, поэтому в лагуне всем хватит места. Этот, как скажешь, знаете, я бы назвала природный бассейн с морской водой. Ну, действительно, отель Рикс, ну, вообще, отели Сити Риксас, они достаточно узнаваемые и продаваемые, как по мне. Насколько я понимаю, мы посмотрели уже все, что могли. Да, мы посмотрели уже все, поэтому, если есть там вопросы, вы, пожалуйста, задавайте. Спрашивали еще, там был вопрос, нет ли нового видео об отеле. Ничего бы не снимали пока в этом сезоне. Есть новое видео и я с удовольствием поделюсь. Может быть, я сброшу вам, а вы поделитесь. Давайте, тогда, кто хочет видео об отеле, пусть напишут нам в директ и мы поделимся. Просто вы мне отправите, а я все перешлю. Кому, кто захочет, это выложите с себя, поэтому как-то так выйдем. С удовольствием поделюсь новым видео всем, что есть. Свет, ну, на самом деле, вам большое спасибо за то, что уделили нам время, прежде всего. Мы очень счастливы и рады, что у вас большая заполняемость, потому что по сертификату можно только лишь 50%. Также хотелось бы отметить, что вы получили сертификат безопасности. В Египте запрещено работать, насколько я знаю, без сертификата. отелем открываться. Ну, мы на самом деле опять влюбились в ваш отель. Вам вот даже пишут комментарии, замечательный эфир, вам большое еще раз спасибо, что все показали, напомнили, кто знает об отеле все информации, кто не видел, просто опять влюбили. Я, если честно, очень сильно хочу к вам, вот уже готов, у нас на ближайшие рейсы еще осталось немного кресел, если отпустят, то с удовольствием. Первый вылет был 2 числа, сегодня 3-я, почему вы еще не здесь? Вы должны были здесь еще вчера. С удовольствием. Я хочу поблагодарить вас за такую возможность, что все-таки хотя бы так дистанционно мы не теряем связь с нашими клиентами, с нашими агентами, раторами, до чего техника дошла, что мы можем вот так классно пообщаться дистанционно. Хочу поблагодарить вас, как организаторов данного вебинара, что дали такую возможность напомнить о себе. Хочу поблагодарить наших гостей, наших... Друзья, немножко интернет подвис, возможно, уже... подвис... Восстановилось все. Есть, есть, есть. Я извиняюсь, что-то произошло со связью. В общем, от меня вам только слова благодарности и мы всех ждем в отелях Rixus Egyet, Rixus Premium Egyet, Rixus Charmache вскоре открываются два отеля в Кургаде, Rixus Premium Magavich открывается в декабре этого года, Rixus Makhadi будет открываться в марте 2021 года, поэтому мы с удовольствием ждем всех наших отелей, наши двери всегда открыты для вас. Спасибо вам большое, вам хорошего сезона и побольше гостей, конечно же. Вам привет с Киева! Привет, Сэма Сейта! Пока! Пока-пока!